Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Обливиан. Господи, как красиво. В предыдущей серии, насколько вы помните, мы вернулись в одну из пещер, которую до этого не могли почистить. Собрали оттуда кучу лута, допустим, стеклянные доспехи. Кроме того, я зашел в резиденцию Белого Рыцаря и забрал из ящика все, что было. Продал практически все. И теперь, господа, мы богаты. Теперь у нас 19 853 септима. И на мой взгляд, это довольно круто. Среди прочего, я починил лук Ритуал Дракона, потому что он все-таки в разы лучше моего предыдущего. У меня просто раньше не было денег и времени на это. А теперь у нас очень хороший лук. Ну и что, на чем мы остановились в последний раз? Нам нужно двигаться в Приорат Девяти Рыцарей, которые находятся. Давайте посмотрим. Шлем мы получили. Шлем в моих руках. Следует отправиться в Приорат Девяти и узнать, там ли еще Кераса Крестоносца. Давайте заниматься этим делом. Так, вот оно. Держащий ориентир у нас Норнал Хорст, который, собственно, и был тем подземельем, который мы почистили в последний раз. Ну, помните, вампиры, все дела, все как надо. Ой, какая темень, пипец. Хорошо, но, в принципе, я думаю, пойдем пешком. Это не Грифчика, не будем тягать особо. Нам куда-то вон туда. Опять ночные серии. Че это? Луговой сердечник. Так, это что там? Очевидные врата Обливиана. Вы знаете, в свое время, я думаю, мы еще свершим трип по этим вратам, потому что там реально очень много хорошего, написали в комментариях, можно найти. Пока что, в принципе, я не могу сказать, что мне что-то реально требуется, но при этом заглянуть туда, я думаю, будет не лишним. Мало ли что. Те же самые сегильские камни, они очень неплохо действуют на разнообразные предметы. Если с их помощью зачаровывать, получается довольно любопытно. Ох, реально, вообще ничего не видно. Кстати говоря, вот это вот то, что я, помните, жаловался на то, что снег постоянно идет. Так у нас, оказывается, идет месяц вечерней звезды, а это получается, что у нас зима, поэтому снег цепит прямо вообще даже в южных частях сиродила. Кстати, в комментариях, как обычно, народ же у нас не может без срача. И народ выясняет между собой, как правильно пишется. Киродил, сиродил, киродил. Потому что в разных частях это произносится по-разному. Знаете, ребята, я всегда на это смотрел как... Допустим, по-английски Лондон звучит Ландон. Но у нас же никто не говорит Ландон. В принципе, я думаю, от того, что немножко исказится название, ни от кого не убудет. И вот эти вот все срачи, они, как бы, по большей части глупы, на мой взгляд. Называйте как нравится, и не нужно никому ничего доказывать. Потому что там временами такие баталии бывают, что просто смешно становится. А мы тем временем пришли. Здесь у нас ворота прямо у их порога. Знаете, приорат вообще напоминает тот, который был в Короле. Джоффри, помните, где мы нашли? Хозяева, есть кто? Все, походу, спят. И что-то как-то тут совсем безлюдно, и я бы сказал, тревожно. Хорошо, давайте наведаемся. Надо будет колечки, кстати, надеть. Потому что мы все-таки вышли на дикую местность. Судя по всему, здесь уже давно никто не живет. Ребята, вы тут? Что-то как-то не знали. Давайте, вы знаете, раз тут никого пока нет, переночуем до утра. С утра уже будем разбираться, что, по чем вообще. Потому что 12 ночи, может, они просто ушли куда-нибудь, там, в ближайший город на пьянку. Кто их знает? Рыцари же, рыцари. Что с них взять? Вообще, насколько я понял, это реально очень крутой сторонний квест. Так, время 10 утра, полодиннадцатого уже. Здесь я по-прежнему никого не наблюдаю. Зато здесь есть груша, которая, по сути... Что это? От редактора. Принято считать, что Адабал А есть воспоминания Марикауса. Супруги королевы рабов. Понятно. Возьмем, потом почитаем. К нашему делу-то, я смотрю, особого отношения не имеет, да? Песни не пеленали. Шазары-боги. Блин, столько книжек, которые я даже не знал. В принципе, я, по-моему, думал... Подожди, я не знаю. Ну-ка. Об Обливиане. Это мы читали. Это мы читали еще в Скайриме, насколько мне помнится. Но хоть какие-то зацепки будут, нет о том, где вообще вы все. Куда вы делись. Что-то, походу, нет. По крайней мере, не в этом здании. Ладно. Бардак вообще. Видно, что заброшено все. О, тут красиво. Но никого. Вообще, то есть. В часовне, если кто-нибудь, я не знаю, там служка, может, какой-нибудь найдется. Да, блин, никого вообще. Возрадуйся. Свет Веры рассеял твои недуги. Да я и не болел ничем. Я так. Свечи все практически давно потухли. И тут нет никого. Может, туда смотреться хотя бы. Так, ну что я хочу сказать. Что-то ощущение, что пропутешествовали мы сюда зря, потому что я вообще никого не вижу. Может, нам какой-то страдатель что-нибудь скажет. Ничего. Люди, рыцари, вы где, мать вашу? А там что такое? Колодец пустой. Может, они ушли туда воевать? Но это было бы странно очень. Что это такое вообще? Что-то, короче, даже и не знаю. Красиво тут, но слишком безлюдно. Надо бы это место потом экспроприировать, раз никто не живет. Ворота, конечно, почистить вот эти вот. Ну, ладно. Допустим. Что же делать-то тогда? Никаких зацепок вообще. Нет, ничего нет. Странно. Тихо кто где. Откуда? А, блин, голубанные волки. Что, серьезно что ли? Ну, волк, короче, как я обычно передумал, да? Ты передумал? Я не хочу тебя трогать. Господи. Ах. Хорошо шло. Ладно. Что же это такое? Я пока не могу сообразить, почему здесь вообще никаких зацепок. Что это такое? Какие травы, руины, развалины? Что вообще? Там я вижу огненного тронах. Давайте их пока поубиваем, а там уже подумаем, что... Тихо. Что это? Олененок? Ладно. Я уж подумал, что это человек какой-то. Так, ну хорошо. Давайте заглянем в врата Бливина и посмотрим, может они там. На самом деле это, конечно, было бы очень глупо, но почему бы и нет. Иди сюда. Свободен. Давай вставай, братюня. Я знаю, ты притворяешься. Нет, его вообще вырубило. Я, говорит, не хочу ничего. Продолжаем. Игра имеет обыкновение падать. Это все-таки Бливин. Но в последнее время, вы знаете, такое было у меня еще, когда я не удалил все моды. Ну, я думаю, это из-за них. Видимо, нет. Хорошо. Что-то у меня, вы знаете, какого-то ощущения такого правильности того, что я все делаю как надо, когда я иду эти врата Бливина, нет, поэтому... Я даже не знаю, куда же нам податься тогда. Может, вон там что-то такое? Нет, вроде. Что мне делать с этим Приоратом? Так, отправиться в этот старый Приорат. Возможно... Так, ну-ка, давайте-ка посмотрим. Я шлем-то не выкинул еще пока в этот... Вы знаете, возможно, это из-за того, что у меня шлем. Просто нет шлема в инвентаре. Поэтому здесь никого нет. Как думаете? Может, такое быть? Нет. Давайте прогуляемся в Энвилл, зайдем к себе домой, заберем его, а потом посмотрим, будут ли какие-то изменения. Честно говоря, пока что подозрение, что это именно из-за этого все происходит. Или я прям даже не знаю. Здрасте. Мне уже показалось, что дракон уйдет. Скорим настолько вбил меня эти рефлексы. Ты кто? И почему ты ходишь около моего дома? Что хотел? Сжалься, сэр. Мне нечего есть. Убирайся прочь из моего дома. Посмотри, бабжи совсем обалделят. Иди работай. Кто-то есть? Ну. Так, куда я все сложил-то? Ну, тут у нас ящик такой уютненький. И здесь, как вы видите, после того, как я тут обжился, все стало совсем более красиво, чем было. Так, хорошо, ищем. Мафрик и Винга я пока не взял, потому что он очень дорого обходится по ремонту. А урон у него, в принципе, такой же. Так, хорошо. Что у меня еще тут есть? Это, в принципе, надо будет взять, когда на арену пойдем. Берем шлем. И теперь, возможно, у нас будет что-то как надо. Хорошо, и путешествуем обратно. Посмотрим. Прошло три недели. Стоит вернуться в замок Коралл и забрать картину Шанель. Ух ты! Но сейчас у нас другие заботы. Блин, опять на ночь пришли. Пока что не понимаю, что с этим квестом вообще. Окей. Тут без изменений. Так, хорошо. Но если и сейчас тут ничего нет, то я даже не знаю. Да нет, все по-прежнему. Странно. Может, какая-то записка, я не знаю там. Может, та книга, которую я подобрал, ее стоит прочитать? Но, вроде как, это глупо было бы. Возьмем тебя. Нифига. Не понимаю. Не знаю, возможно, вы знаете, это как-то позже у нас появится. Или что? Как это вообще все можно решить? Я прям даже впал в раздумья. Что-то это такое. А, фу-у-у, смотри. Кольцо сэра Амеля идеально подходит к ромбовидному отверстию в полу. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Офига себе. Отлично. Так. У меня факел нет. Когда я успел его выкинуть. Люди. Что-то вы знаете, по ощущениям тут тоже все давно уже заброшено. Хлам. Ничего полезного. Как-то они здесь небогато обитались. Или все уже разграбили давно, я не знаю. Тренировочный зал. Ну, рыцари. Есть рыцари. Хорошо, нам, видимо, придется в крипту идти. Отлично. Ненавижу крипты. Ух ты. А такие люблю. Что-то по ощущениям они все уже давно мертвы. но вот эта броня меня интересует. Это похоже то, что нам надо. Тихо. Испугался. Здрасте. Во имя девяти. Кто явился перед нами в сию святыню и ищет керасу божественного крестоносца. Выходи, искатель приключений и сразись с каждым из нас в честном поединке. Клятвы, что не сдержали мы при жизни, сдержим мы после смерти. Рыцари девяти не позволят недостойному коснуться сей святынь. Ну, отлично вообще. Кто? Ты хочешь? Давай еще подходи. До свидания. Следующий. Сэр Грегори побежден. Сэр Казимир, выйди вперед. Спокойно. Мужчина, вы что вообще? Так гостей не встречают. Акс. Куч. Свободен. Давай вставай. Тебе удалось одержать победу на сэром Казимиром. Теперь сразись с сэром Роллосом. Окей. То есть всех девяти так побеждать нужно, да? Все девять это. Ладно. Хорошо. Как скажешь. Стоил ли она того? На этом мы справимся. Сэр Роллос, ты проиграл. Возвращайся на свое место. Так будет с каждым. Да продолжится испытание. Сэр Хенрик, выйди и сразись. Ну да, с двуручниками я так и думал. Сейчас эту дуру тут спокойно. О, хорошо всучил. Нормально. Вставай. Кто еще? Ты еще держишься на ногах, а между тем половина рыцарей побеждена. По расе рукаю испытать твою отвагу. Давай. Где он? Да, блин, ты хоть предупреждай. Это очень по-рыцарски нападать со спины. Да. Получи. Окей, пошел. Ярость веры сквозит в твоих движениях. Такого я не видел веками. Конечно, веры. А как же иначе? Сэром Джункином. Мне надо бояться? Давай. Давай, иди сюда. Иди сюда. Не обижу. Чуть-чуть только. Капец, мы персонажи раскачали. Это же пипец просто. Максимально сложно. Вспомнить, конечно... Аскура? Это да. Там бы они меня били, наверное, долго и тщательно. Норд? Люблю нордов. Мертвыми. Хороший норд. Мертвый. Норд. Опа. Ну и что? Теперь ты? Вроде всем хватило. Торлф. Понимаешь? Удалось выжить и победить рыцарей девяти. Однако тебе предстоит еще одно. Последнее испытание. Давай, давай, давай. Приготовься сразиться со мной, с рыцарь. Окей. Выглядишь опасно. На самом деле нет. Окей. Упал потешно так. Так, на самом деле это не так и сложно было. Я-то думал, будет хуже. В течение трехсот лет никто не мог выстоять против нас и выжить. Подойди и получи то, что твое поправо. Да будет твоя вера крепка. Конечно. Я это делаю ради веры. Ты же знаешь. Кираса-Крестоносца. Ну, выглядит ничего так. Призрачные стражи Кираса-Крестоносца побеждены. Теперь я могу взять эту реликвию. Кираса-Крестоносца получена. Теперь нужно поговорить с призраками Девяти Рыцарей. Рыцарей Девяти и узнать, смогут ли они мне помочь в дальнейших поисках реликвий. Сэр Эмиэль. Во имя Девяти. Я не видел подобной силы. Неужели ты... Нет. Не может быть. Ты просто благородный рыцарь. Расскажите маленько о себе. Добрые сыры. Изначально Орден Девяти был основан с целью сохранения реликвий Крестоносца. При жизни мы не выполнили это задание. В смерти мы стремимся сохранить то малое, чего мы достигли. И ждем того, кто придет и завершит начатое нами. Да, много чести нападать толпой на одного. Молодцы, хорошие рыцари. Давай, расскажи мне про сэра Беррика. Один из самых могущественных рыцарей тех дней. Когда он вступил в наши ряды, престиж Ордена сразу поднялся. К сожалению, мы не сошлись с ним во взглядах. Он оставил Орден во время войны Красного Алмаза и уже не вернулся. Расскажи мне про шлем Крестоносца. Тебе удалось завершить те поиски, что я не смог. Я рад, что моя смерть хоть послужила тому, что привела тебя сюда. Впрочем, на это я и надеялся. Бывай. Иди с девятью, сэр рыцарь. Саркаль. Чем могу служить тебе, командир? Расскажи мне о рыцарях, что ты знаешь. После смерти мы продолжаем работу, которую не завершили при жизни. Реликвии должно охранять и сейчас, потому как однажды они могут быть востребованы. Сэр Беррик. Жаль, что моего старого товарища нет среди нас. Мы не знаем, почему его дух не присоединился к нам, чтобы охранять нашу последнюю реликвию. Жизнь развела нас по разные стороны, но я надеялся, что смерть помирит нас. Теперь я знаю, что во многом именно я повинен в распаде Старого Ордена. Сэр Амиэль слишком многое берет на себя. Больше мне сказать нечего. Печально. Мне нужны какие-либо зацепки. Хорошо. Здравствуй, сэр Джункан. Я бы хотел, чтобы тебе удалось то, что не удалось мне. Я был на пути и к сапогам крестоносца, но погиб до того, как достиг успеха. Желаешь узнать то немногое, что известно мне? Конечно. Продолжай. Я не могу сказать тебе точно, как найти сапоги, ибо это введен якинаред. Но могу посоветовать тебе найти ее служителей. К западу от имперского города, на краю великого леса, есть святилища. Ты найдешь их там, и они скажут тебе обо всем, что нужно знать. Спасибо. Расскажи про свой орден. Войны людей пошли во вред службе девяти. Не повторяй наших ошибок. Спасибо. Еще немного про сапоги. Сапоги охраняются самой киноред. Тот, кто желает обладать ими, должен пройти испытания и доказать, что достоин получить их. Опять испытания. Иди с девятью, сэр рыцарь. Хорошо, добрый рыцарь. Я вроде бы знаю все, что мне нужно. В великом лесу сиродила. Секундочку, пожалуйста. Я думаю, так явно осматривать ваши гробницы это будет кощунством и недостойно меня, но если я спрячусь, то это уже совсем другое дело. Кольцо теней я решил носить, пока только одно. Ничего не получается взять, к сожалению. Так, ну что, поговорим еще с одним. Я знаю, где найти перчатки крестомовца, ибо именно я потерял их. Хотя многие знают, где они находятся, заполучить их пока не удавалось никому. Однако наверняка должен быть способ сделать это. Желаешь ли выслушать мой рассказ и узнать о судьбе перчаток? Расскажи. Когда орден распался, я последовал за сэром Бериком на войну, взяв перчатки с собой. Когда война окончилась, я вернулся в Сиродил. Я попытался вернуться на службу девяти, но война изменила меня. У меня не было больше сочувствия к слабым и жалости к страдающим. За то краткое время, что я провел там, я принес часовне больше вреда, чем пользы. Тогда я и был проклят. Проклят? Что ты имеешь в виду? Нищий, приходивший в часовню каждый день, испытывал мое терпение слишком долго. Гнев овладел мной, и я ударил его. Мой удар оказался сильнее, чем я хотел, и он замертво упал на пол. Убит прямо в часовне Бога Милосердия. Конечно, я сразу же покинул часовню, но проклятие легло на меня. Я стал слабым, всегда был утомлен. Любое дело оказывалось мне не по силам. Да, не стоит гневить богов. Так что насчет перчаток? Ах да. Когда я ударил беднягу, результатом стало то, что перчатки слетели с моих рук и упали на пол. Тяжелые, как камень, они не двигаются. Никто не может поднять их. Я полагаю, что они до сих пор лежат в часовне Коррала. Тебе придется доказать Стендару, что перчатки обретут достойного хозяина. Поговори со священниками в Коррале. Вдруг они помогут. Хорошо. Про сапоги ничего не знаешь? Когда сэр Джункан умер, исча сапоги, я оплакивал его. Теперь, я думаю, может быть и хорошо, что он оставил нас так рано. Понятно. Да будет добродетель. Так, получается, у нас есть шлем. У нас есть кераса, которая, в принципе, очень даже неплоха. 10 защиты, повышение восстановления, сопротивление обычного оружия и повышение здоровья. Отлично. Это причем все постоянный эффект. И это легкая броня. Но вот этот видок, конечно, поэтому лучше все-таки вот так вот. И этот шлем я тоже, в принципе, сниму. Он неплохо так, вон, обаяние на себя повышает. Хотя в таком шлеме, как можно быть, обаешки, я, честно говоря, не понимаю. Но, тем не менее, выглядит довольно интересно. Я пока что просто поношу это с собой. А потом, когда будет полный сет, уже разберемся. Я так понимаю, еще должно быть какое-то оружие рыцарей. Поэтому давайте поговорим со всеми. Отдаю тебе должное, сэр рыцарь. За три сотни лет никто не смог добыть перчатки. За три сотни лет надежда не блеснула ни разу. Но впервые, кажется, кто-то может преуспеть там, где потерпели мы поражение. Надеюсь на освобождение душ наших и восстановление ордена. А теперь я должен просить тебя сделать то, что не смог сам. Я должен просить тебя пройти испытание зенитара. Что мне нужно сделать? Под часовней зенитара в Леевине есть гробница великого мастера, святого Каладоса. Те, кто ищет булаву, должны помолиться у усыпальницы. Когда ты преклонишь колени, тебе будет видение, а может и нет. Священники говорили, что мое тело не двигалось, но ощущения были такими реальными. Ты увидишь булаву, отделенную от тебя гигантской пропастью. Пропасть олицетворяет твои сомнения. Твоя вера должна провести тебя через нее. А вот это интересно, кстати говоря. Моя вера укажет мне путь? Вот что я знаю. Как я сказал, моя вера была слаба. Я не понял сути испытания и падал с платформы каждый раз, как пытался перейти пропасть. Я сказал тебе все, что знал. Теперь твоя задача – показать себя рыцарем, достойным булавы. Если ты ищешь булаву, иди в часовню Леевина. Преклони колени перед гробницей в крипте, и пусть твоя вера станет спасением для всех нас. Хорошо, спасибо. Я так понимаю, нам нужно еще по ноже. Сэр Хенрик, здравствуй. Тот, кто верен учению Джулианоса, возможно, найдет щит крестоносца. Еще щит, точно. Что ты имеешь в виду? Когда Орден распался, я ушел один. После долгих лет поисков я нашел щит и принес его на сохранение в Форт Булварк. С помощью нескольких доверенных друзей я начал работы по созданию надежного вечного хранилища для щита. Но не дождался их окончания. Я погиб, защищая Форт от тех, кто мог захватить щит и злоупотребить им. Я так и не увидел завершения наших трудов. Я верю, что другие продолжили дело без меня. Понятно, будем знать. Расскажи мне маленько про булаву Зенитара. Она хорошая. Сэр Ралвас отправился на поиски булавы после предательства сэра Беррика. Он верил, что добыв булаву, сможет объединить нас вновь. Он оставался в часовне Лея Вина месяцами, пытаясь пройти испытания снова и снова. Он почти не ел, почти не спал. В конце концов он сдался. Измученный и сломленный, он покинул часовню. Сэр Амиэль нашел его тело и похоронил здесь, в Приорате. Спасибо. Что за форт? Он расположен на юго-востоке Сиродила, у границы с Чернотопьем. Если все прошло по плану, сейчас он должен очень хорошо охраняться. Верь в себя. Используй свои знания и мудрость. Тогда ничто не повредит тебе. И щит будет твоим. Из разговора с призраками рыцарей выяснилось, где спрятаны еще несколько частей брони крестоносца. Мне следует вернуться, когда я соберу их все. Так, еще с вами стоит поговорить, я так понимаю. Сэр Грегори. Ну ты мне, я смотрю, ничего особо не поведаешь, да? Ну про щит расскажи. Понятно. И сэр Торлф. Расскажи мне про перчатки. Сэр Казимир взял перчатки, уходя на войну. После того, что произошло с Бериком, кто мог остановить его? Ну, собственно, все понятно. И я думаю, это будет достаточно объемное и серьезное путешествие. Потому что очень много всего предстоит сделать. Так, а пока что мы возьмем вот это, вот это. Поворуем помаленьку. И знаете, на сегодня, наверное, будем заканчивать. Мы сделали главное. Мы получили информацию. Теперь будем искать. И первым делом, я думаю, мы пойдем в Леевен. Потому что вот это вот испытание, оно меня очень заинтересовало с этой пропастью. То есть будет что-то интересное. Я прям даже вспомнил Индиану Джонса. Помните, там была пропасть. И невидимый мост через нее. Это было реально интересно. Так, Кираса, рыцари девяти. Круто. Я думаю, это будет очень интересно. А на пока что это все. Давайте прощаться. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!